Раз-раз-раз-раз. Доброго времени суток, дорогие друзья. Бегунок идет. Включаю камеру. Приветствую. Итак, доброго времени суток. Напишите, пожалуйста, насколько хорошо меня слышно. Самое главное, чтобы у нас был качественный звук. Татьяна, благодарю вас за приглашение и за представление. Так, качественный звук. Слышно хорошо. Если вдруг чуть-чуть фонит, вы мне сообщите, да? Так. Потому что я могу еще сделать чуть-чуть потише. Так, замечательно. Звук идет. Попрошу вас заготовить ручки, листочки, да? Поскольку, напоминаю, что те, кто практикует, а те, кто встраивает новые навыки, соответственно, они их потом будут применять, и у них это хорошо и легко будет отображаться в жизни. Приветствую. Приветствую всех, кого знаю, кого не знаю. Дай, поставьте, пожалуйста, минусы те, кто не изучал нумерологию. И поставьте единички те, кто не изучал нумерологию, не знает меня. Минусы, если вы вообще не изучали нумерологию, и единички, кто меня не знает. Так, минусы не изучали нумерологию, отлично. Поэтому готовим, готовим. Готовим листочки и меня не знаем. Так, доброго времени суток, кто еще присоединяется? На самом деле, да, дата рождения скрывает много интересных возможностей, много наших ресурсов, много подсказок. Но не все знают, с какого боку к ней подойти, не все знают, с какой нумерологии начать, потому что сейчас обильная информация в интернете, смесь. Да, вы много ходите на разные встречи. Именно поэтому я стараюсь соединять и синтезировать. Сегодня я к вам с таким направлением, которое позволит легко зайти в нумерологию совершенно новичкам. Это те, кто совсем ничего не знает. Поскольку через планеты хорошо видна карма, легко посмотреть, зачем вы здесь и с чем вы пришли оттуда, из предыдущих воплощений. Да, и если вы еще научитесь соединять это с арканами, с 22, с энергией 22 арканов, то вы больше про себя узнаете. Расчетов там очень мало, всего два. Два, и если чуть хочется углубить, да, еще можно еще дополнительных два числа найти. Я вам, безусловно, сегодня расскажу. Рассказываю я быстро, в потоке, да, потому что сама не знаю, план у меня определенный есть в голове. Вроде бы я по нему иду, но опять же ваши вопросы могут меня уводить из одной стороны в другую. Поскольку у меня много разных историй за 14-летний опыт практики именно в консультации. Да, я уже 14 лет практикую. Практикую пять традиций. И, конечно, пять традиций – это мощнейшее углубление. Это уже нужно для тех, кто собирается консультировать. Если вы хотите познать себя, если вы хотите познать свою карму близких, да, понять, зачем вы друг другу даны, то как раз лучше всего начинать с ведической нумерологии. Конечно же, мы сегодня делаем вам, мы сегодня для вас делаем приятное, делаем приятное выгодное предложение, да, точнее, с 85-процентной скидкой, и вы сможете очень мощно углубиться в это направление, если пожелаете, да. На самом деле, сегодня тоже будет много полезного контента. Я всегда даю очень много и на открытых встречах. Даже благодаря этой встрече вы поймете многое и про себя, и про близких. Итак, двигаемся дальше, да. Так, перебираемся к нашему первому слайду. И этот слайд о том, что очень часто бывают такие пунктики ограничений. Но поскольку я в нумерологии, с нумерологии я начинала, остальные все направления в эзотерике присоединялись со временем. Потому что мои клиенты спрашивают, Мара, как корректировать. 14 лет назад, к сожалению, моему великому, я ничего не слышала вообще про ведическую нумерологию. И вообще, да, и, конечно, спустя там какое-то время, а вот с ведической нумерологией я уже плотно дружу 6, более 6 лет, по-моему, уже есть 7, но я пока говорю с 6 до 7, где-то вот так, да. То есть, чтобы четко понимать для себя. Вот четко я точно могу сказать, 6 лет я уже с ней, да. И благодарна этому направлению, но благодарна именно тому, что я научилась синтезировать это с современными трактовками, с современными проявлениями. Ведь знания были даны изначально всем, да, накладывались через определенные картины мира. Всех мудрецов, знающих людей. Но каждый трактует по-своему. И, безусловно, уже опираясь на свой опыт, на опыт своих клиентов, да, у которых происходят изменения какие-то после корректировки, получая обратную связь, неоднократно подтверждение после каких-то моментов, я уже вижу, что работает, что не работает, да. И вот, конечно, постаралась создать этот курс максимально с работающими корректировками. Они адаптированы под современный мир. Вам не нужно будет ехать на Тибет, находить шкурку очень редкой змеи, да, и ее, например, что-то с ней высушить, ее и в чай добавлять. Нет, абсолютно, это может, эти корректировки может применять любой. Чтобы откорректировать свои проблемные зоны, вы можете использовать порядка 50 корректировок. Но из них вы выбираете то, что вам нужно. Каждый человек имеет свои корректировки, да, свои цифры изначально по дате рождения, в числе души, и в числе рождения, когда вы родились, и в числе кармы. Сейчас мы это все поймем с вами. И, то есть, соответственно, у каждого под своей планетой есть по 25 корректировок. Но поскольку мы работаем с двумя числом, то у нас получается 50. И из них я рекомендую на первом этапе первую неделю добавлять 3-7 корректировок. Не больше, никак не больше, потому что вот у нас так мозг устроен, у нас так устроено бессознательное. Да, вот оно не может воспринимать больше. И постепенно увеличивая. В течение месяца не более 9. И вы уже почувствуете даже в первую неделю, введя 3-7 корректировок в свою жизнь, что жизнь круто меняется. Как отследить, что в жизни что-то не так? Давайте вот сейчас сразу продиагностируем тест-диагностику, что в жизни так, что в жизни не так. Если вам от 30 до 60 лет, вот сразу же считаем, сразу же смотрим. Знаю, что некоторые уже здесь изучали что-то, знакомые фамилии вижу, да, имена. Но, тем не менее, 4 пути в вашей жизни должны присутствовать, если вам от 30 до 60. Да, если вам до 30, вы еще можете быть в поиске, и вам легче будет зайти, если вы сейчас обретете эти знания, которые я вам даю. Так вот, что же происходит? Если вы осознаете, что, увы, в среднем этапе жизни, то есть первый длится в среднем до 30, далее с 30 до 60, второй этап. В этом этапе мы уже должны, по сути, пройти все кармические задачи, отработки по роду из предыдущих воплощений, при условии, что вы здесь ничего не наработаете, не экологичного, то есть не уведете свою карму в минус. Тогда у вас все 4 пути будут. То есть вы будете замужем, если вы женщина, вы будете женат, если вы мужчина. Это первый путь отношений. У вас не будет проблем с детьми, если вы все хорошо, правильно проработали, все увидели, осознали, идете своим путем. То есть семья, первый путь, отношения. Второй путь, карьера, денежный поток. Тоже отслеживайте, все ли вас устраивает, если у вас именно карьера и денежный поток. Предназначение – это отдельный путь, он третий. Дальше вот как раз предназначение и путь личностного роста. И четвертый путь тела и здоровья. Путь тела и здоровья и энергии в том числе. Хватает ли вам сил на это все? Хватает ли вам сил на то, чтобы удержать фокус внимания одновременно в течение дня и на работе, и на расширении денежного канала, и на предназначении, и любимому человеку уделить внимание, и детям, да, и еще успеть собой позаниматься. Рекомендую обязательно выделять себе каждый божий день, каждый день, хотя бы 5 минут на энергопрактике, если вы вообще этим не занимались. Если вы уже занимаетесь, то у вас это встроено, вы уже можете 15-30 минут и час позаниматься. Но те, у кого не было этого в опыте, бегом начинайте это делать. Допустите себе, пропишите пункт, да, прям напротив кровати, встала или встал, позанимался, поприседал хотя бы, лучше позанимался дыхательными практиками, либо йогой, хотя бы 5 минут. Мозг ваш привыкнет за 3 дня к этому. 3 дня подряд вы делаете, у вас уже это встраивается как навык. И начинают изменения идти. Уже гоняете правильные энергии, да, и вы начинаете продвигаться вперед. Так, что дальше? К чему я все это рассказывала? Да, то есть чтобы вы отследили про пути, какие есть, какие нет, пишите, какой путь у вас есть, а что отсутствует. Если вы уже в среднем пути, в средней части жизни, то эти 4 пути должны быть. Если они закрыты, срочно нужно корректировать. Все. Что позволяет нумерология? Просчитать, осознать и откорректировать, изменить свою жизнь. Редическая нумерология это мега позволяет делать, потому что у них весь акцент идет на анализ своей кармы и работа с кармой. Так вот, ведические знания. Многие очень как-то вот в рамки какие-то загнали это понимание. Ведическая традиция, что это такое. Да, веда на самом деле, это вот не просто написала я слайд, инструкция жизни, которая нам дана, когда мы только появились, когда вообще человек пришел на планету Земля. То есть древнейшие знания. Затем, безусловно, были люди быстрые, ловкие. У кого-то были озарения, у кого-то были инсайты. И они сразу это внедряли. Потом у них нарождались какие-то идеи, мысли. Они что-то записывали, передавали. Тогда еще передавали из уст в уста. Писать еще не все могли. Ну, то есть были, тем не менее, люди более мыслящие. А были люди, которые трудились. И вот именно такие люди со временем становились такими авторитарными личностями, мудрецами, за ними шли. И вот тогда-то начали развиваться, да, ну, в далекое-далекое время. Тогда еще были не религии, безусловно. Там и магия была, и шаманизм был. А вот у нас еще до появления на Руси, до появления религии, было язычество. Но потом появились религии. Сразу забегая вперед, я вам могу сказать то, что вы должны спокойно относиться к тому, что да, есть различные грегоры, есть более сильные личности, за которыми мы идем, кто-то идет, вы можете не идти, но кто-то идет за ними. Или наоборот, вы за кем-то идете, а другие за ними не идут. То есть сейчас уже идет вот некая дискомбинация, да, и люди понимают, осознают, зачем мне туда, зачем мне сюда. Но многие были ограничены тем, что, ну, покрестили их, да, потому что род был, например, в христианском эгрегоре. Ничего плохого нет, то, что вы находитесь в конкретном эгрегоре, под конкретным эгрегором, если вы с ним резонируете, у вас от этого идет сила тоже. А у вас идет в том числе и помощь. Что такое помощь эгрегора? Вы сами ощущаете, если вы читаете молитву каждый день, если вы работаете с тремя свечами как минимум каждый день, это называется замкнутый круг. Если вы от дня к дню иногда обращаетесь к религии, да, или вот сейчас все ожидают Пасху, да, которая в воскресенье будет великий праздник, и только уже в этот момент, вот непосредственно перед границей подхода к Пасхе, да, вы вспоминаете, то, конечно, у вас меньше, скорее всего, ограничений. Те люди, которые глубоко в религии, скорее всего, их здесь нет, потому что у них, они очень ограничены в рамках, даже вплоть до того, что они сны не имеют права смотреть, они боятся, потому что им внушили, что это нельзя. Но мы понимаем, что в определенный момент эти эгрегоры вводились искусственно, да, они сильны, они защищают, если вы с ними резонируете, но тем не менее это было сделано здесь уже, не самим высшим разумом, да, а это трактовалось через тех мудрецов, которые преподносил так, как есть. И сейчас уже поговаривают много знающих, ведающих, изучающих различные традиции о том, что это правильный, качественный пиар-ходы, да, но тем не менее, да, религиозные эгрегоры, они сильно прокачаны, из-под них не нужно выходить. Вы можете пользоваться их защитой, но при этом, вот, ключевой момент в том, что не ограничивайте себя знаниями других традиций. Если бы, приведу такой пример, если бы вы сильно были в рамках, христианского эгрегора во многом себя ограничивали, вы бы тогда не начали развиваться, вы бы тогда не начали задавать вопросы, а что до, а что после, а зачем, а как, а как изменить, а что сделать. Да, если вы задаете себе эти вопросы, если вас бурлит энергия, и вы на нее отзываетесь, если вы пошли учиться, значит, слава богу, у вас нет этих ограничений. Вы совершенно нормально работаете, взаимодействуете со всеми традициями. И вот это ключевой момент. Ходи, бери то, что работает, взаимодействуй, понимай, да, вот я к этому призываю, берите знания мира, не бойтесь этого, берите и изучайте. И смотрите, что именно у вас работает, а не у остальных. Да, я за 14 лет очень многое поизучала, я поизучала большое количество традиций в нумерологии в том числе, и новоделы тоже, и уже вижу, что работает, что нет, да, собственно, поэтому делюсь огромнейшим своим опытом. Безусловно, кто-то скажет, мы сами можем, пожалуйста, я вас не ограничиваю, изучайте, у каждого возможен свой путь. Просто наверняка среди вас есть люди, у которых нет столько времени, чтобы перелопатить всю литературу по ведической нумерологии, по Таро. Вот, огромное количество информации от разных тренеров, да, собственно, поэтому я соединила, соединила ключевые моменты, соединила самое важное, как понять, почему что-то не так в жизни, как понять, почему человек болеет, а сразу скажу, если человек болеет, у него на физическом плане есть заболевание, 3-5 лет, значит, он живет в энергии страсти и невежества, об этом мы тоже сегодня поговорим. Так, Инночка пишет, все отсутствует, что делать не знаю. Сейчас будем понимать, почему, может быть, у вас неблагостные планеты обе, да, и по карме, и по душе, и по числу души, а может быть, кто-то блокирует, может быть, кто-то лезет, да, то есть это нужно смотреть. И вот такой вот слайд сделала, да, есть понятие бурлаки на Волге, а вот здесь вот бурлачки, да, вот которыми стоит, кто-то там управляет. Их связали, они в рамках. Так вот, разорвите эти рамки, выходите и используйте. Вы же себе не запрещаете ехать в другие города, в другие страны. Вы можете пойти в музеи, да, хотя там тоже все не в рамках конкретной религии. И даже художники, многие были атеисты. Если отнести на самом деле, что такое художник, у него божья искра, у него божий дар, у него свой поток. Заходящий в него мимо на самом деле какой-либо религии, да, мы же не можем тогда его назвать сатана, да, шайтан или дьявол. На самом деле по аркану дьявола у меня тоже для вас сегодня есть информация. Обожаю этот аркан, потому что многим людям дает очень ресурсное состояние, если они ушли в светлый луч. Я всегда за экологию, всегда призываю всех к экологичному проявлению в пространстве, экологичному восприятию в пространстве. Да, брать экологичные моменты и также проявляться, да, не бояться давать много людям, потому что Вселенная это все видит и вам там зачтется. Так вот, когда вы с себя срываете вот эти капканы, имеете возможность ездить, проявляться, смотреть, изучать, тогда у вас нет ограничений. То есть перестаньте жить в этих ограничениях в первую очередь, мыслить какими-то шаблонами, разорвите старые свои нейронные связи и двигайтесь вперед, да. Собственно, сейчас мы и будем этим заниматься. Да, вот сегодня в очередной раз я обнаружила у себя кучу-кучу писем. Да, я вот сейчас вам слайд, конечно, очень сдержанный поставила. Кучу писем, а это точнее было 227. Конечно, я все опять же не смогла прочитать, потому что они каждый день приходят, я имею в виду в соцсетях сообщения. И сегодня я вот так проанализировала, с чем люди обращаются, звонят. Все спрашивают, Мара, как посчитать? А что сделать? А как вот эти цифры сложить? И я говорю, боже мой, уже берите и изучайте. Смотрю, что, да, вот у меня есть возможность посмотреть, насколько даже вот вебинар просматривают, бесплатный вебинар люди просматривают. Доходит просмотр, дай бог, до 10, 15 минуты в записи. Дальше не идут. Почему? Потому что если видят, что я отвечаю на какие-то вопросы в чате, они ограниченно мыслят, многие, да, те, кто не досматривает, что дальше ничего не будет. На самом деле я вот даже, да, в диалоге сейчас с вами побуду, материал пойдет дальше. И вот я уже тоже, да, и мне пишут, посчитайте мне, я отвечаю уже вот сегодня таким хорошим постом, написала, друзья, уже сами встаньте, начните считать и изучите, потому что у меня реально 24 часа в сутки, как у всех. Конечно, у меня чуть побольше, потому что я энергопрактиками занимаюсь, да, ложусь и встаю в определенное время, которое по моим, значит, вибрациям мне подходит, да, я сплю меньше, но мне хватает, потому что я поддерживаю себя энергетической йогой, йогой, дыхательными практиками, да, правильным питанием, и, наверное, поскольку я не ем мясо, да, хотя это тоже у меня не такой большой период в моей жизни, но я почувствовала другие потоки абсолютно. Я ем рыбу, я ем морепродукты, да, но даже курицу я не ем. 62. У сына все гладко в жизни, у внука серьезная проблема со здоровьем, корректировка возможна. Милая, все возможно, у сына проблема, нужно смотреть, с чем связано. Бывает такое, вот как пример сразу вспомнила, женщину обидели, она пошла, заказала этого мужчину, да, он от нее ушел, женился на другой, а она просто в гневе пошла неосознанно сделала что-то на него, да, и отразил, поскольку, например, на самом деле, почему успешных людей трудно пробить, потому что они энергетически заряжены, энергетически прокачены, кокон хороший, плотный, да, но летит-то куда? Летит на близких, и поэтому, возможно, то есть от него что-то отлетело, и отлетело именно в сторону ребенка, чаще всего он на детей летит, да, поэтому многие эзотерики, которые глубоко в этой традиции, они ставят защиту не только на себя, но они еще и ставят защиту, естественно, на своих близких. Так, и сами экологично проявляются. Также, что может быть, да, может быть, даже не было воздействия никакого, а он просто где-то в энергии страсти пошел по головам, сын что-то сделал, как-то неправильно отнесся к людям, да, и вот оно так закрутилось, бумеранг, бумеранг это принято говорить, на самом деле энергия закрутилась, и вселенная отправила вот неправильное проявление, да, его карму в минус через ребенка, то есть и он должен осознать, почему так и что происходит, и зачем это дано. Но опять же, это не только сына вашего касается, все абсолютно то же самое может быть по линии мамочки, да. Мамочка могла когда-то дико проявиться, да, дико, я имею в виду, это когда люди опускаются в сторону неэкологичного проявления в другом пространстве, специально делают, специально посылают проклятие, или просто неэкологично проявляется. Конечно, это все так же проявляется в их пространстве, только в обратную сторону, это называется откат, то есть это есть. Итак, да, и вот я как раз сказала, просмотрите и изучите, у вас есть всегда возможность посмотреть бесплатные вебинары, да, я стараюсь со своими дорогими организаторами, со многими не закрывать бесплатные встречи, да, они всегда у вас остаются, вот даже сегодняшняя встреча, завтра обязательно Татьяну у себя на канале ее выложат, и вы будете свободно смотреть, да, и сегодня тоже вы сейчас будете считать, делать, просчитывать и смотреть. Сделайте прорыв и измените свою жизнь. Итак, дальше, двигаемся дальше. Так, пишем, если есть еще вопросы, потому что сейчас у нас уже пойдут скоро расчеты. Про задачи я уже говорила, что важно пользоваться знаниями мира, важно двигаться вперед, и мы отправляемся далее. Синтез двух традиций. Что сегодня? Тара, арканизм, нумерология. Нам не нужно, и вам не нужно, и мне не нужно. Я расклада не делаю. Таро, я не работаю с этой системой, как предсказательной, да, я не смотрю через, но я знаю, что значит каждый из этих арканов. Я знаю, насколько важна энергия арканов. Я знаю, насколько важны года, просчитанные через арканы, и сколько они информации дают. Когда у меня произошел этот инсайт, да, я когда стала анализировать, поскольку я работаю в Альфу еще по гружении, работаю в энергопрактиках, изучала, естественно, все чакры, дополнительные чакры, и потом прослеживала, оказывала, что очень много повторяется, очень много соединяется, и в разных традициях тоже. И даже арканы накладываешь на ведическую традицию, и понимаешь, боже, там дорасшифровка есть, но во многом они совпадают. Так вот, как раз ключевые моменты дорасшифровки. Здорово было бы, если бы вы знали. Поэтому здесь и синтез. Да, вот, кстати, Татьяна, если можно, вы нам ссылочку прямо уже можете кинуть на курс, потому что по ходу дела будут возникать вопросы, и вы будете мне задавать, например, там что-то непонятное в описании, да, что такое, допустим, в энергии благости какая-то планета. Но, по сути, я постаралась даже в курсе описать все верно, но пусть будет ссылочка, да. Так. Так, так, так. Да, вот Татьяна уже кин... А, это было уже, да, это Милу уже писала. Все отлично. Ведическое, значит, Таро через 22 аркана. Остальные я не смотрю, да, потому что они уже считаются младшими. В них уже не столько энергии. Но вот эти 22 – это мощнейший расчет себя, рожденных с первого по 22. Если классическая нумерология нам позволяет посчитать только с единицы до девяти, классическая нумерология, да, она еще говорит про мастер числа 11, 22, 33, есть еще более серьезную, но это вам уже сейчас не столь, ну, важно, да, потому что это уже в более сложных расчетах происходит. Вот о таких классических говорит, но она не говорит о других цифрах, которые тоже глубоко можно изучить. Да, вот та основа, которая была раньше изначально, потому что потом уже новое дело, они уже придумали, они уже по-своему рассматривают. Но я прослеживала, опять же, просматривают уже с точки зрения через планеты и через арканы, только не описывали это, да, и там уже происходит некая смесь. Поэтому может быть путаница в голове. Важно знать ключевые моменты во всех традициях. И вот как раз ведическое в соединении с Таро, со старшими арканами, оно дает ключевые моменты. Не нужно сильно где-то углубляться, изучите. 10 часов материала, у вас будут полные инсайты. Сразу скажу, что у меня даже после этого курса уже люди консультируют и у себя в городах преподают. То есть я абсолютно вам не запрещаю на основе моего курса консультировать, ну, консультировать само собой, преподавать даже в своих городах вы можете. Конечно, онлайн нет, но в городах, пожалуйста, преподавайте, если вы будете живые тренинги на основе моего курса вести, пожалуйста, без проблем. Собирайте людей, группы и также им преподавать объясняйте. Ну, а консультация почему легко дается? Потому что здесь есть все в этих курсах и расшифровка, и сразу корректировки. Все, в рамках такой-то традиции. Вы озвучиваете, что вы нумеролог в такой-то традиции и спокойно консультируете. Так, ну что, самый простой доступный синтез именно здесь. Двигаемся дальше, и мы с вами сейчас уже, думаю, что будем заготавливать числа. Так, сейчас я посмотрю, что у меня на самом деле по порядку по слайдам было. Да, числа заготавливаем. Так, открываю следующий слайд. Да, убираем все... Вот опять снова возвращаясь к религиозным ограничениям. Убираем страхи непонимания, незнания и начинаем углубляться комфортно, осознавая себя. Осознавая и прочувствовав каждую цифру, каждое значение. По поводу ведической нумерологии, вот еще чуть-чуть не сказала, там через знания планет. Информация через знания планет, и если вы можете еще и расшифровывать через дополнительное это значение, то вы будете знать, безусловно, больше. Поэтому это синтез. Смотрите, какие числа мы сейчас с вами будем считать. Мы с вами сейчас сосчитаем число души и число судьбы. По-другому число души называется число сознания здесь, число мышления здесь или земной паспорт. То есть с чем, зачем вы сюда пришли, что вы здесь пришли прокачивать и расширять. С какой планеты вы здесь в резонансе. Это самая главная планета ваша, которую вы должны умилостивить, чтобы она вам помогала. Да, если вы в резонансе, если у вас хорошая вибрация и она не обижена, то все будет хорошо. Если есть проблема, она отворачивается, то нужно ее просто откорректировать. Это число души. Второе – это число судьбы или число кармы или космический паспорт. Вот здесь ключевой момент. Это те показатели, которые невозможно изменить. Мы с ними пришли. Это встроенное. Условно это называют талантами. И талантами в том числе и возможностями, но и некоторыми программами. В каких-то моментах они могут быть ограничивающие или блокирующие часть каких-то направлений в вашей жизни. Но, опять же, если вы знаете благостная планета, либо неблагостная, то все вы порешаете. То есть вот эти два числа здесь мы с вами сейчас посчитаем и уже начнем углубляться. Немножко я по каждой планете обязательно вам сегодня успею рассказать. Дальше. А в курсе я еще дополнительно даю, чтобы вы могли еще углубиться. Как по числу имени тоже посчитать. Число действия. И, конечно же, я там глубоко даю. Но это у вас идет, опять же, бонусом. Решила, что так должно быть. Не буду я отдельный курс записывать. А дала вам бонусом к этому пакету. Как рассмотреть свои года на 22 года вперед через эти персональные года. Через 22 аркана. Если еще раз напоминаю, в классической нумерологии мы живем 9-летними циклами. Те, кто особые везунчики, у них хорошие моменты повторяются каждые 7 лет. То здесь очень многое зависит от некоторых этапов. Тоже попозже расскажу. В частности, год дьявола. У каждого год начинается не первый год в момент рождения. Нет. Вы рождаетесь уже на определенном году. Это тоже важно рассчитать. И вот как раз по расчету я даю тоже бонусом в курсе. И плюс разбираю, что хорошо сделать. И на что обратить внимание. Что лучше не делать в конкретный год. По всем 22 годам. По всем вибрациям. Если вы будете хотя бы чуть-чуть прислушиваться, то вы не будете уводить карму в минус. А наоборот будете усиливать свою возможность, свои ресурсы. Вселенная это будет считывать. Ваши планеты будут в резонансе. Арканы тоже вам будут помогать. И вы будете только продвигаться вперед. Итак. Следом мы двигаемся. И начинаем с вами сейчас. И еще раз напоминаю. Приготовьте у себя на листочке дату рождения. Все. У нас начинается расчет и понимание чисел. То есть следующий слайд мы с вами считаем. Все. Вот у вас открывается картинка. Сейчас мы сразу с вами, чтобы вы понимали, заготовим число души. Это сам день рождения. Сейчас пишите. Число души – это сам день рождения. Напишите. Число души – сам день рождения. Или это то, та карма, с которой мы пришли сюда. Как мы здесь будем проявляться. И та планета, с которой мы резонируем. Все рождаются с 1 по 31 число. Верно? Пожалуйста. Если вы родились, например, 10 числа, то 1 плюс 0. Это будет единица. Вы под определенной планетой. Ну, точнее, здесь не все планеты. Здесь есть узлы. Здесь есть Солнце. Здесь есть Луна. Да, это не планеты. Мы все об этом знаем. Называть будем их светилами. Пусть будут светилы. Но, тем не менее, как-то в ведической традиции принято говорить, что через планеты. Потому что вот так они считают. Но не все здесь планеты есть планеты. Итак, да. И не зря я выделяю какие-то циферки красным. Например, десятка. Когда вы изучите курс, вы поймете, что сразу десятку мы еще должны считать с точки зрения арканов. Как колесо фортуны десятка. Те, кто рожден 29-го, смотрите, что у вас получается. Вы складываете 2 плюс 9, у вас получается 11. Вот число 11 и 22 и 33. Зафиксируйте для себя с точки зрения классической нумерологии. Прям пишите. Это высшие числа. Это мастер числа. Эти люди подключены к видовскому эгрегору. Что это значит? Значит, либо они были сильные в предыдущем воплощении, имели определенные возможности. Либо кто-то по роду, и им это тоже передалось. Кто там подключен? Все, кто в эзотерике. Все, кто целителя. Колдуны, маги, волшебники, ведьмы. То есть все под видовским эгрегором. Это люди силы. Да, только если 11, это такой эгрегор, который дает больше мечта, они меньше реализуются. Но они хорошие мастера и передатчики знаний. Если кто-то 22, то они могут вообще затеять грандиозные проекты. И опять же вспоминаем, что 22, когда получается, это высший аркан. 22 аркан. Или высший, или нулевой. Это шут. Да, сегодня тоже дойдем до этого. Это шут. У него нет границ. Поэтому не ограничивайте себя, пожалуйста, кто имеет вообще где-либо, при каких сложениях, расчетах 22 у вас появляется. Это мега-возможность. Однозначно 11, 22, 33 – это знак. И семерки, запомните еще, семерки, где бы ни появились. Иногда девятки, если они дублируются. Это в любом случае знак того, что на правильном пути вы заходите в эзотерику. И в эзотерику легче всего зайти через нумерологию. Потому что только так вы сможете себя понять, если у вас нет еще пока возможности погружаться, видеть третьим глазом, ощущать энергетику руками. Да, это самый простой, уже высшего порядка заход. Так, отлично, вопросов пока нет. Так, считаем число души, для этого нужно сложить. Безусловно, сводим до однозначного, но всегда имеем возможность посмотреть промежуточные числа и их сбоку записываем. 29-го нет аркана, но есть 15-е. 15-е – это аркан дьявола. Поэтому, кто родился 15-го, поздравляю вас, если вы уйдете в светлый луч, то из вас получатся прекрасные эзотерики, у вас огромные возможности. Либо же вы уходите на Венеру, там тоже магнетизм и сила, но Венеру очень часто уводят окружение не в ту сторону. Часто их уводят в разврат, в соблазн, в зависимости различной. Очень сильно нужно за этим отслеживать. Поэтому лучше воспользуйтесь своей сильной стороной. Итак, но сейчас мы находим, все-таки, напоминаю, планету номер 1, с которой вы резонируете. И планет от 1 до 9. То есть, соответственно, вам ваше число рождения нужно свернуть от 1 до 9. Если у вас 15, соответственно, вы складываете 1 плюс 5, получается 6. Вы Венера. И вы Венера, да, вы резонируете с Венерой, будет правильнее. Итак, пока вы складываете это число, находите, я вам напоминаю, прочитаю правильно, как звучит, и сразу скажу, я вас не буду напрягать и мучить словами на санскрите, потому что многие из вас не в ведической традиции, многие не будут применять эти слова вообще, и многие не понимают, и не понимают, зачем учить. Им из-за этого порой кажется сложно, да, изучать ведическую нумерологию. Поверьте мне, что со мной изучать несложно абсолютно, потому что все по-русски, все объяснено вот так вот обычным руссконародным языком. Но те знания, которые есть в курсе, они вам помогут сильно в этой жизни. А может быть и в следующей, да, если вы свою душу возрастите, и карма ваша только в плюс уйдет, то вы в следующее воплощение перейдете на том же уровне, на котором были, и не позволите свалиться ниже, да, потому что те люди, которые уводят карму в минус, уходят к концу жизни на энергию невежества, страсти, как раз в следующем воплощении их понижают. И это ни к чему. Идеальная составляющая тогда, когда у вас дублируется число кармы и число души. Любовь Раху. Отлично, поздравляю, вы на правильном пути тоже, потому что, ну, Раху – это тоже люди хорошей эзотерики, если в хорошем проявлении. Дойдем. Итак, смотрите. Солнце, Луна, Юпитер, Раху, Меркурий, Венера, Кету, Сатурн, Марс. А справа – это единственное место, где написаны слова на санскрите. Сейчас я вам объясню, но вам не обязательно это знать наизусть, а можете знать. Вашим клиентам это точно не нужно будет, потому что, когда клиент к вам придет, хорошего высокого полета человек, успешный какой-то депутат, либо бизнесмен, он точно не в курсе. Как однажды ко мне пришел очень высокопоставленный человек, я интеллигентный такой, значит, все, мы с ним разбираем, было все так инкогнито, чтобы никто не знал, что он был. И я ему как-то вот как раз что-то там про Ракету, про Раху. Он сидит мне так, то есть, ну, даже зарезал слух, когда он мне выразился. Он мне, Мара, я что-то не вкуриваю. Я говорю, окей, я поняла. Все, по-русски. И поехали по-русски. Понимаете, да? То есть, если вы в ведической традиции, вы легко вас примете, если ваш клиент с ведической традицией, он тоже легко вас примет, но всем остальным это не надо. Тем не менее, вы должны понимать, как это читается. И это Грахи. Справа написано, это Грахи. Это то, что дает планете жизнь. Координатор, управленец. Как будто, представьте, что внутри планеты есть душа. И вот Граха, это и есть как будто бы тот моторчик, та душа, которая ей дает жизнь, проявляется в пространстве, она как живое существо. Да? Так вот, Солнце, это Сурья. Луна, это Чандра. И те, кто энергопрактиками и йогой занимается, теперь понимают, почему Сурья, поклонение Солнцу, да, это Сурья. И Чандра, это тоже есть поклонение Солнцу, это Сурья Намаскар, а Чандра Намаскар, это поклонение Луне. То есть вот, откуда комплексы эти пошли. Я это тоже хорошо знаю, потому что я до сих пор преподаю йогу, даотские практики, веду эти занятия в одном клубе. Но уже все меньше и меньше, потому что в основном ушла вот в обучение в интернет. Дальше, Луна, это Чандра, правильно читается, Юпитер, Гуру. Раху, так и есть Раху. Божества мы не будем изучать, опять же, вам это не особо нужно. Кто захочет, почитайте мифы, истории, у каждой планеты еще есть свое божество, да, которым тоже можно поклоняться. Если вы в ведической традиции, скорее всего, тогда вы это просто знаете. Но нам это не важно, нам важно просто знать название. Раху, вот оно даже, мы произносим Раху, так и есть, да. По-другому вы можете сказать, что это северный лунный узел, или просто лунный узел. Меркурий, это Будха, Венера, это Шукра, Кету, это тоже узел, только это южный узел, Сатурн, Шани, Марс, Мангал. Мангал, не Мангал, а Мангал. Все правильно, да, ударить на первый слог. И смотрите, Раху и Кету не знакомы для многих слова, но тем не менее, вот они ключевыми моментами так называются, либо узлами, северный и лунный узел. Что это такое? Раньше это был демон. Демон, опять же, кому режет слух, вы можете называть его драконом. На санскрите это понятие Асур. Да, и если... А божества это Девы. Да, но опять же, это не важно для ваших клиентов, вы просто для себя должны понимать. Ага, был раньше это демон, который вдруг захотел стать бессмертным, и он украл эликсир Амрита, эликсир бессмертия, он считался раньше, сейчас его считают эликсиром молодости, эликсиром долголетия, да, и тоже в практиках можно его достать. В энергопогружениях, в альфопогружениях, в йога-практиках, в медитациях, да, и получать его, потому что он у нас капает, если вы язык сможете достать, вот, до миндалины, да, которые висят, вот посередине у нас есть, это еще называют аденольды, врачи, да, но вот с него якобы капают вот эти капли эликсира. Если вы проработаете так, что ваш язык туда сможет дойти, вы будете сидеть в медитации в глубоком погружении, то вы сможете язык там держать, и этот эликсир будет капать, и вы продлеваете себе жизнь. Что я могу сказать с точки зрения правильности? Вообще, да, у нас на небе, небо твердо, небо мягкое, и дальше, да, есть определенные точки воды, огня, ветра, огонь, огонь, вода, ветер, да, и вот, смотря с какой точкой вы работаете, от этого зависит, какой канал вы замкнете, с этим лишь связано, и безусловно, чем дальше вы сможете отправить язык, вы замыкаете канал на кончике языка, есть энергоканал, да, энерго, ну, представьте, что там маленькая вороночка, да, или как чакра тоже, и на небе есть, вы, когда их замыкаете, возникает даузский круг, вот и все, он правильно крутится, он либо обратный бывает, либо прямой, и здесь происходит взаимодействие, не будем в это углубляться, у нас сегодня нумерология, я сейчас могу идти вообще абсолютно не туда, а начинать про энергопрактики рассказывать, и так, был дракон, демон, он выспил этот эликсир, и боги узнали, полубоги узнали об этом, разозлись, разубили его на две части, но поскольку он уже и спил, он стал бессмертным, и голова эта раху стала жить отдельно от тела, это кету, так вот, бывает такое очень интересное событие у некоторых в жизни, когда женщина кету, а мужчина раху, и когда они притягиваются друг к другу, семья получается демоническая, да, демон в них вселился, в семью в эту, они, они очень ресурсные, они мощные, и дай бог, чтобы эти люди увели вот эту такую возможность уникальную, в сторону экологичную, в сторону светлого луча, да, в сторону развития и резкого старта, вот если такое происходит, это здорово, в одном человеке может соединяться кету и раху, как это проявляется, ну, например, четверка у вас число души, да, вот любовь посчитала, четверка у нее раху, так, подождите, а, раху у вас присложение, любовь, вы число кармы, наверное, посчитали, да, а число души, это сам день рождения, только день рождения, еще раз напоминаю, смотрите, число души, то есть карма здесь, это сам день рождения, число дня рождения, любовь родилась вот 14, значит, у нее 1 плюс 4, это 5, то есть у вас пятерка, Меркурий, Будха, дальше, а при сложении, видимо, у нее получилось 4, это раху, да, то есть при сложении, то, что при сложении, вот сейчас уже все посчитали число души здесь, карму здесь, теперь ищем параллельно, при сложении мы находим всех чисел, при сложении, мы находим уже как раз космический паспорт, либо число кармы, это то, с чем мы пришли из предыдущих воплощений, с этой силой, вот Залина пишет, рождена 4, 7, 0, 4, нет, месяц мы не считаем, седьмое у вас кету, складывайте дальше, но кету и так достаточно того, что у вас уже есть возможности огромные, кету это всегда тайна, это магия, это эзотерика, вопрос, пойдете вы в этом направлении или нет, и плюс это подключка к ведовскому эгрегору, с точки зрения сакральной нумерологии, да, сакральная нумерология, очень мало информации, и, да, не советую вам читать это на темных сайтах, да, там, где не экологичные ведьмы, да, это у них свои там, совсем не экологичные проявления, просчеты, расчеты, да, но есть сакральная нумерология, ее очень мало информации, лучше, когда, если бы вы изучили это как-то где-то из источников, да, ну, опять же, я в основном все проходила в свое время давным-давно, когда это была действительно чистая, по каждой традиции, чистую нумерологию в каждой традиции я изучала, 10 лет назад не было таких смесей, да, и того, что вот как-то вот люди что-то придумывали, дополняли, разбавляли, и не факт, что оно работало, да, то есть поэтому вот в чистом виде классно, а когда вы еще разные традиции, чистый вид соединяете, накладываете, вы больше видите. Ольга, жена оба кету, тоже хорошее сочетание, тоже хорошее сочетание, вопрос, когда вы поженились, если это первый этап, то это кармические партнеры, надеюсь, что вы уже проработали. То есть смотрите, знаю, что многие мастера могли вас напугать, что если в вашу жизнь пришли четверка, семерка, восьмерка или девятка партнеры, то все плохо, кармический партнер. Я вам вас спешу успокоить, что если вы выскочили замуж рано, и в первом этапе жизни, это значит где-то до 25 в вашей жизни такой партнер проявился, то чаще всего, да, не хватит знаний, не хватит терпения проработать, и скорее всего вы уже развелись. Но если в вашу жизнь подобный партнер приходит после 30, расслабьтесь, и работайте над общим вместе развитием. Не надо его бросать, не надо его выгонять, не нужно создавать ситуацию, чтобы разорвать, абсолютно это не нужно. Да, потому что этот партнер уже тоже прошел определенный этап, у него тоже уже много шишек, ошибок, он много уже понял, осознал, он уже тоже должен выходить на новый уровень, и вы друг другу вместе поможете, и у вас может пойти новая волна. Опять же, убираем зашора, убираем ограничивающие убеждения, убираем те рамки и шаблоны, про которые я изначально говорила. Потому что те, кто уже получил партнеров в первом этапе, вы давным-давно это все прошли. У меня у самой был первый кармический брак, четкий, чистый кармический брак. Я боролась и искала возможности каких-то проявлений, но знаний тогда было мало. И вот сейчас я уже во втором союзе, уже более 15 лет. Моя старшая дочерь 20 лет, она от первого, будет скоро уже буквально в мае, будет 20 лет, и она как раз от первого кармического брака. И ради нее я попыталась все, что могла тогда знать, сделать. Но поскольку мы не знаем многого, мы не умеем корректировать, мы очень эмоциональны, терпение в определенный момент лопается, ты начинаешь уже расти, развиваться, партнер за тобой не тянется, и ты понимаешь, слава богу, он был в моей жизни, пусть как учитель, он мне многое дал, действительно, мой кармический партнер мне многое дал. Он меня заставил вытащить из себя ресурсы, двинуться вперед, накопать ту нишу, которая мне дала старт. Именно толчок к состоянию просто хотя бы смочь прожить, прокормить ребенка. И вот эти ресурсы я в себе тогда нашла. Когда я встретила своего второго партнера, из-за которого вышла, собственно, замуж 15 лет назад, вот там у меня все порталы открылись, потому что пришел тоже энергоемкий, достаточно эзотеричный человек, с точки зрения мышления, да, он на самом деле бизнесмен, но мышление у него правильное, у него много в голове вот как раз тех программ из предыдущих воплощений, которые помогают ему качественно проявиться в пространстве. Он может много проверять, но, по крайней мере, он мне не мешает, он рамки все убрал. Когда он пришел в мою жизнь, он раздвинул все заборы, дал возможность мне полностью реализовываться, собственно, что по сей день и происходит. Так, Раху, так, рожденная нато семерка и четверка, месяц мы не считаем, нато месяц не берем, число души у вас семь, напоминаю еще раз, кто только присоединился, число души это день рождения, число кармы, сложение всех по порядку, чисел вашей дате рождения, число, месяц и год, и сведение до однозначного. Скажу вам больше. Да, милая, у вас четверка Раху и число судьбы Раху. Вот, у Милы прекрасное проявление, отлично. Поздравляю, мы с вами практически на одной волне, Мила. Только у меня мастер число 22, у вас 13, немножко есть такая зона проблемная, но надеюсь, вы ее прошли. Но тем не менее, да, у меня тоже дублируется Раху-Раху. О чем это говорит? Раху это вообще тоже прекрасные эзотерики. Собственно, вы тоже в правильном направлении. И когда дублируется любое число, карма и душа, я уже говорила, это значит, что вы продолжаете тот путь, который вы там начали, в предыдущем воплощении. Значит, ваша душа выросла до определенного уровня, вы там ничего страшного не натворили, хотя число Раху неблагостное совсем, оно заставляет работать, оно заставляет корректировать хорошо планеты, но если вы вовремя это сделаете, то вы получите мега результат. Итак, когда дублируется, это значит, там вы ничего не экологичного сильно не натворили. И вы продолжаете тот путь. То есть вы там уже развивались, и вы это продолжаете. Поэтому не опускайте руки, двигайтесь дальше. Раху и Кет у вас демон, это тоже прекрасные, сильные люди. Воспользуйтесь этой возможностью, увидите, мы дойдем когда до Джуны и Ванги, я вам расскажу. Дайте себе возможность увести это в светлые лучи, и тогда это качественно очень проявится в вашей жизни. Напомню, что Ванга как раз и Джуна, вот эти вот как раз дамы, известные в эзотеричных кругах, и даже Матронушка, они все Раху, это о чем-то говорит. Ладно, уже скажу заранее. У Джуны как раз Кету и Раху в соединении. У нее Раху в дне рождения, число души, а Кету пришло с ней из предыдущего воплощения. У Джуны. Гурушани тоже, да? Или вы про что мне пишете? Тоже какие-то такие даты? Число души 6, а судьба 5. Так, Луна и Кету. Да, когда дублируется, это прекрасно. Итак, вы вот для себя определили, да? Теперь нам дальше нужно понимать, как работать с этим. И как определить. Ведь мы можем все быть всего-то 9 планет, да? Но напоминаю, те, у кого двузначные числа, и, ну вот, например, у кого у нас двузначные числа, ладно, мы до туда потом подойдем, двузначные числа, вот те, кто родился 15-го, 16-го, да, вот, например, возьмем 15-е число, при сложении у вас Венера, да, на нас сильно действует, и с нами сильно взаимодействует именно та планета, которая получается при сложении. Но у вас, у тех, у кого двузначные, до вибрации есть еще и от этих двух планет, которые в двузначном числе. Представьте, насколько возможностей по корректировке прибавляется. Смотрите, вы, например, те, кто Венера и рожден 15-го, вы корректируете себя по Венере, это первый ключевой момент, но еще докорректировать можете взять по Луне, у вас и Луна немножко есть, и, соответственно, Меркурия немножко есть, и это уже часть благостной планеты, да, поэтому пользуйтесь этими цифрами тоже. Но в первую очередь и емко, вибрация, мы считаем то, что при сложении получается. Дальше. Человек, смотрите, да, и вот если мы ключевые моменты берем, люди рождены с первой по девятую планету. Что это значит? Все, скажете, должны быть одинаковые. Нет, абсолютно разные. Как минимум, дополняется комбинация еще из промежуточных цифр, да, вот тех планет, которые еще дополнительное маленькое влияние имеют, раз. А во-вторых, еще каждый из этих девяти может проявлен в разном быть энергии, в разной ситуации жизненной, в разный жизненный период. И важно разобрать, что с вами сейчас происходит, в какой энергии вы сейчас живете. И вот здесь для нас важно изучить три гуны, ключевые моменты. Три гуны – это три энергии проявления в материальном мире. Энергия страсти, энергия невежества, энергия благости. То есть, если вы проявляетесь, как человек, живущий в энергии благости, то планета к вам поворачивается, она вам помогает. Если вы проявляетесь в энергии невежества или страсти, это значит, вы уводите свою судьбу, свою карму в минус. Планета злится в этот момент, неважно, даже если она была у вас благостная. Например, вы, по сути, вы Юпитер, троечка, а вдруг вы проявляетесь в невежестве или в страсти. И планета ваша просто прям в шоке, потому что, ну, нельзя с таким числом, те, кто рожден, три – это самое благостное событие в жизни вашей, ваших близких. Если вы родились третьего числа и пришли в семью, считайте, что вашу семью поцеловала Вселенная в лоб, осветила. Это самая благостная карма. И если вдруг такой человек уходит в невежество или страсти, Вселенная просто в шоке. Она начинает вредничать, она начинает палки в колеса вставлять, она начинает ему мешать. То есть, когда человек в этом состоянии, то его планета болеет. И у него события рушатся многие в жизни. Поэтому, как отследить? Если у вас уже на физическом плане есть какое-то заболевание, любое, значит, года 3-4-5 вы живете на энергии страсти либо в энергии невежества. Сейчас я ключевые моменты скажу, как это понять вообще вот так. Но опять же, каждый... В курсе я разбираю подробно, как каждый проявляется в каждой из этих энергий, каждый человек. Да, по всем цифрам. У каждой цифры это свое проявление в энергии страсти, в энергии невежества, в энергии благости. Я по каждой планете разбираю в среднем минут 50. Подробнейшим образом, и заболевания, и в какую нишу взять, какую профессию я имею в виду, да, какое предназначение. Дора сшифровываю через 22 аркана, то тоже аркан, который мы с вами высчитываем, да, и вы понимаете, как корректировать. То есть там все есть. Все это в записи. Безусловно, мы с вами не смогли собраться 10 раз одновременно все. И это неудобно, и, да, с точки зрения траты времени это нерентабельно, скажем так. Да, поэтому вы получаете в записи абсолютно полностью разобранный курс. Там нет никакой воды, там нет рассуждений на тему, да, давайте поплюем в потолок. Там четко расшифровки, четко корректировки, четко понимание. Все. Да. Тоже кету дублируется. Так, вот Татьяна курс еще раз дублирует. Нам 10 занятий в записи. Как только вы оплачиваете, вы получаете себе, мне сразу Татьяна сообщает по оплате, и я сразу со своей почты отправляю. Если вы спросите, можно ли задавать вопрос, есть ли обратная связь. Во-первых, по этому курсу у меня вообще не было вопросов у людей. Вообще. Еще если по классической нумерологии были вопросы, особенно там, когда ставы мы делали там авторские, то там еще что-то немножко было. Но я всегда говорю, изучите полностью курс, полностью все 10 уроков. И вот если у вас останутся там какие-то вопросы, 7-9 вопросов вы мне сможете отправить, может быть, 5 вопросов, может быть, 3. Если ничего нет, соответственно, вы не отправляете никаких писем. Но вы мне на мой почтовый ящик обратно можете написать. Да, потому что я вам буду курс весь отсылать со своего ящика. Дальше что? Каждая планета у вас отдельная, отдельная ссылка будет. Это вам будет удобно. Не огромный курс, чтобы вы терялись во времени, а по каждому уроку. И это удобно с точки зрения изучения. Каждый урок есть. Например, луна, изучили, все закрыли, отдохнули, изучили завтра следующую. То есть, очень удобно делить и понимать, что вы уже изучили, что нет. Все вы себе имеете возможность скачать на компьютер. И я даже рекомендую скачать, потому что Яндекс.Диск не предусмотрен, чтобы на нем смотрели. Это хранилище файлов. Если у вас интернет в лед летает, вот вообще прям отличный интернет, тогда у вас, наверное, получится. У кого бывают перебои, да, Яндекс.Диск, у него вот эти ресурсы как-то не рассчитаны. Поэтому вы имеете свободный доступ скачать. Я вам открытые ссылки присылаю. В течение месяца у вас будет доступ на скачивание. В любой удобный день вы скачиваете лично на свой компьютер и смотрите в отличном качестве. Записано было вот в этой же комнате, в подобной комнате. То есть, и видео есть, и также четкие презентации. И все я вам подробно рассказываю. Меня хорошо слышно. То есть, качество курса отличное. Все. По таким моментам я рассказала. Бонусом для тех, кто оплачивает сегодня и до завтрашнего вечера вам идет энергия 22 арканов на 22 года вперед. Это вы можете изучить и просчитать и понять, как проявляться. Итак, что такое энергия благости, невежества или страсти? Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если, может быть, чуть-чуть вопросы не по теме, тоже задавайте. Потому что я много изучила различных традиций. В общем-то, можете задавать мне любые вопросы. Так, потому что часто бывает такой марм может быть не по теме, а оказывается, в общем-то, в принципе, по теме. И вы могли с этим вопросом ко мне обратиться. Пока есть возможность что-то вспомнили, задавайте. Так, если не смогу ответить, четко скажу нет, не смогу. Если смогу, то с удовольствием отвечу. Так, в благости, в невежестве и страсти. Берем нулевую точку. Мы сейчас с вами не рассматриваем карму, с которой мы пришли с предыдущего воплощения. Но мы сейчас рассматриваем ту точку, когда человек рождается. Здесь ноль. Ноль. Пока он еще ни в плюс, ни в минус карма здесь ничего не натворил. Так вот, дальше уже в течение жизни, уже в первом этапе, к сожалению, многие что-то творят неэкологичное относительно себя, других людей, близких, далеких людей, чужих, своих, не своих, да, но что-то как-то некачественно проявляются. И тогда они постепенно начинают уводить свою карму либо в минус карму, либо в плюс. Так вот, карма плюс это энергия благости. Карма минус сначала идет энергия страсти, совсем плохо энергия невежества. Почему так? Потому что к нулевой точке хорошо, если у вас есть запас энергии страсти. Но в экологичном ее проявлении, когда вы никому плохо не делаете. То есть, если вы умеете пользоваться энергией в потоке, это и называется энергия страсти, но в потоке. Божественная искра, экологичная искра. И вы ее чуть-чуть уводите в энергию благости, вот это самое качественное проявление. Как говорится, спуститесь с небес на землю и соединитесь и с Всевышним, да, с высшим разумом и с заземлением, поскольку мы на планете Земля родились, мы должны уметь пользоваться и тем, и другим потоком. Если вы хотите стать успешными в четырех направлениях в отношении в карьере, денежном потоке, со здоровьем, чтобы было в порядке, и найти предназначение, а самый высший пилотаж, когда ваше предназначение соединяется с вашей профессией, карьерой, денежным потоком, это высший пилотаж. Когда получается так, что вам не приходится работать, а вы кайфуете от своей деятельности. Вот это и есть самое лучшее проявление, то есть когда вот эти два пути уже соединяются, но у многих это происходит в 41, в 42 и далее. Смотря когда, какие вибрации у вас включаются и насколько, опять же, вы увели туда-сюда свою карму. Так вот, здесь понятно, да, то есть задача, ну, кто из вас хочет стать учителем, духовным наставником, гуру, пожалуйста, улетайте, отрывайтесь от земли, каждому свое. Но думаю, большинство из вас хочет качественно проявиться в четырех направлениях, быть успешным, быть счастливым, быть востребованным, чтобы у вас было окружение, которое вами не манипулировало, но в которое вас нуждалось. Близкие, чтобы были тоже рядом с вами и понимание было, да, работа, чтобы была, это и есть в том числе и заземление. Когда же вы живете на серединной чакре, сердечной чакре, это безусловное принятие, восприятие, безусловно, любовь, да, вы сами никем не манипулируете, вы никого не, так вот, не ограничиваете, да, сами качественно проявляетесь, умеете считать деньги, умеете их зарабатывать, это заземление, это низшие чакры, и высшие у вас есть знания, вы умеете вот этот баланс сохранить на сердечной чакре, вот это самое лучшее проявление. Итак, здесь понятно, да, по энергии благости, благость, чем дальше по шкале от нуля до десяти, тем вы более духовный человек. Кто-то из вас, возможно, примет решение уйти в монастырь, кто-то примет решение уйти из социума, податься в секту, которая занимается только духовными практиками, но каждый сам принимает решение, что ему нужно. Но вы можете принять решение остаться в энергии благости в начальной ее стадии, при этом быть хорошим тоже наставником, но в потоке, да, и все пути будут в вашей жизни и в социальной проявлении тоже. Дальше, если вы находитесь в энергии страсти, да, не дай бог, в такой грубой энергии страсти, в неэкологичной, что там? Это когда человек хочет, зверски хочет здесь и сейчас то, что есть у других. Он идет по головам, он манипулирует, он использует неэкологичные техники из черной магии, а манипулятивные техники из разных направлений, сейчас они есть в разных направлениях, эти манипулятивные техники, но почему-то их относят только к НЛП. Сразу скажу, я тоже изучала безусловно НЛП, там, как и в разных традициях, есть и плюс, и минус, как везде. Ключ светлый, ключ темный. Вопрос, чем вы будете владеть и что вы будете применять. Это зависит только от вас. Я вас призываю к экологичности, безусловно, потому что любые ограничения других людей это манипуляция, это ни к чему. Дальше двигаемся. То есть, невежество, а, до невежества еще немножко не дошли, да, энергия страсти. Итак, это когда манипуляция, это когда желание быстро здесь и сейчас до трясучки, любыми путями по головам, а здесь же находится соблазн, здесь же находятся любовные треугольники, желание чужого мужчины, чужие женщины, и вообще наслаждение, кайфовая жизнь, да, на удовольствие только на Сватхистане чакре. Понимаете о чем? Да, вот это все тусовки, вот это вот проявление в пространстве полюбить меня самое лучшее или самое лучшее, да, и продолжаем набирать перчатки. То есть, это вот энергия страсти. Жажда денег, жажда чужих денег любыми путями. Что хуже еще, это энергия невежества. Это когда утопия, это когда болото, это когда камень лежит у вас на золотой жиле, человек боится подняться, потому что он не верит ни во что. Он уже обездействован, он не хочет двигаться вперед, потому что, опять же, он не верит ни во что. Ему кажется, социальная несправедливость, она вообще засосала всю планету, и говорит он часто языком социальной несправедливости. То есть, каждый человек, который успешен в его глазах, он плохой, и только можно так заработать деньги плохим способом. То есть, вот он критично мыслит. И, что удивительно, что среди таких людей очень много знающих. Да, но у них то ли не хватает энергии, то ли вот много ограничивающих убеждений, они боятся встать, они боятся поверить кому-то и куда-то пойти. Они боятся, вот иногда спрашиваешь, а почему ты вот то-то не делаешь, а я не верю, что это возможно. А почему ты вот с этими людьми не попытаешься повзаимодействовать? Я боюсь, что они меня обманут. Но некоторые из людей даже не пробовали повзаимодействовать. Я очень много делала попыток в разных направлениях на свою жизнь. Очень много открывала дверей, какие-то не открывались, какие-то открывались и закрывались, и этого было достаточно. Это наш опыт. Это опыт у каждого человека, и это нормально. И не надо расстраиваться, если в одном месте вам отказали, в другом вам откроется двойная дверь. Не бойтесь, двигайтесь вперед, менять можно все всегда. Дата рождения это не ограничение, дата рождения это ресурсы, которые мы можем расшифровать. Если вы знаете, то вы владеете как минимум своей жизнью. Помним, да, все ведущие люди изначально знающие, когда еще религии не было, они просто знали, как, и они создали эти религии, и они стали управлять миром. И вы знаете, некоторые соборы, неправильно сказала, условно, кланы, которые владели миром, управляли миром, они имели мир, и по сей день некоторые такие сообщества продолжают влиять на социум, да, то есть, поэтому изучите, углубитесь. безусловно, некоторым из вас кажется, что все все знают, нет, никто ничего не знает. У меня было такое убеждение, что вот вроде бы если я изучила, значит и другие это знают, а потом, когда я начала людям преподавать нумерологию, я поняла, что многие живут вне знаний, вообще не понимают и не знают. Абсолютно то же самое в разных направлениях, да, мы все знать не можем, и невозможно знать весь мир, всю информацию, это просто невозможно. Каждая своя ниша занимает определенные моменты, прокачайтесь в какой-то нише, двиньтесь и будьте успешны, у вас все получится. Но не бойтесь ошибок, потому что Вселенная, она тоже любит поприкалываться, да, где-то поиздеваться, где-то так, побаловаться, да, давай-ка я проверю, пойдет дальше или не пойдет. Ой, споткнулась, так, ну, встала, встала. Запомните, если вы что-то делаете и после этого происходит, вам кажется, что-то, ну, не получается, отследите сразу, пожалуйста, это больно, если это не больно физически, если это не больно душевно, значит, это проверка, проверка Вселенной, если вы при этом ничего не теряете, да, но, если вы что-то делаете, у вас не получается, при этом происходят огромные потери, опять же, это и на физике, и на человеческой, да, то есть, это здоровье, это что-то с близкими, либо это с материальными вещами, то есть хорошие потери, когда у вас прям сердце щемен, либо потери, либо вам больно, ужасно больно до разрывания души, да, если это на духовном плане, либо больно физически, вот тогда вы не туда идете, но условно, если вы шли, споткнулись, встали, отряхнулись и забыли, что это с вами произошло, то это балуется Вселенной, она вас проверяет, она вам палочки в колеса вставила, вы так слегка, а, если вы здесь сорветесь с крючка, то дальше вас не пустят, а вот если вы куда-то пошли, упали, вы сломали палец, это первый знак, так, сразу начинаете отслеживать, вот я иду туда, да, и вот такое произошло, дальше, если вы дождетесь второго события, там может быть чуть-чуть посильнее, да, например, шли куда-то, сумку украли, а почему люди говорят, одна беда не приходит, да, приходит всегда несколько, это именно потому, что Вселенная говорит, не надо туда идти, и она три раза предупреждает, первый так слегка больно, либо потеря, второй посерьезнее больно, и третий вообще застолбить может, вплоть положить, да, положить в больницу, то есть вот это отслеживаем, но если легкие какие-то вот такие приколы от Вселенной, от высшего разума, того же, потому что это одно и то же, Бог есть это все пространство, в котором мы, вот представьте, у меня, как-то мы делали интервью с одним каналом, меня там спрашивали, Мара, ну что, вот как вообще представляете Бога, ну это же вот там, кто-то, да, ну вот Иисус, я говорю, ну Иисус это пророк, которому высший разум передавал знания, да, он их трактовал через свою картину мира, также и Мухаммед, а также и, значит, в буддизме, да, и трактовал, пропуская через свою картину мира и давал знания, да, как я это вижу, вот мое видение, да, я вижу, когда я в практике делаю взаимодействие с высшим разумом, то я вижу его лицо, но все остальное, вот его лицо, глаза, остальное, это все его энергия, и все это пространство пронизывает всю эту энергию, а мы в это пространство встроены, вот насколько вы резонируете с этой энергией, да, и там уже идут остальные разные подкручки к разным эгрегорам, резонанс с вашей планетой, вот так, поэтому Вселенная, Всевышний Разум, Творец, да, Бог фактически, как хотите, принимайте его, что он окутывает вас, обнимает вас, и если вы сопротивляетесь, не туда идете, что-то не так делаете, он вам делает предупреждение, да, вот больно, видишь, больно, не ходи туда, а, горячо, а вы опять идете, он опять, а, горячо, ну ладно, не понял, ложись, полежи, да, но иногда вот он балуется, когда не больно, нет потерь, это проверки, пойдешь дальше или нет, вот и все, я думаю, что я вам очень просто все объяснила, надеюсь, что как какой-то инсайд сейчас произойдет, вы как-то что-то пересмыслите, пересмотрите, да, и будете понимать по-другому, и так, двигаемся дальше, энергия невежества тоже объяснила, и так, ключевые моменты, энергия благости, когда вы никому не вредите, прокачиваетесь духовно, но не улетаете, а энергия страсти, это когда вы идете по головам, и вы живете на свадхистане с чакре, на соблазнах, и энергия невежества, когда вы вообще не можете встать, и вам кажется, что все плохо, ничего изменить невозможно, то есть вот такие ключевые моменты, но это лишь ключевые моменты, потому что каждая, в резонансе с каждой планетой, вы проявляетесь по-своему, каждая планета вам дает свое, свои возможности, свои проявления на всех этих энергиях, да, поэтому если солнце проявляется, например, может проявиться в благости, это один человек, в невежестве другой, в страсти вообще другой, и также все остальные планеты, и так, если есть вопросы по этому, значит, по этой части нашей встречи, задавайте, а потому что сейчас я думаю, что уже время у нас прямо, вот время мало-мало остается, да, и мы с вами сейчас потихонечку начнем разбирать, уже хотя бы чуть-чуть разобрать, чтобы немножко у вас впечатление сложилось по планетам, так, если человек проявлен в таких энергиях, что, да, рассказала, дальше, открываю вам следующий важнейший слайд, доходим хотя бы до того момента, что такое благостная, неблагостная планета, есть планеты благостные, и это карма, посланная вам от вселенной, это некая такая, как объяснить, поддержка, это говорит о том, что сигнальчик вас поцеловали в лоб, вас ведут высшие силы, вам легче, чем остальным, это благостный, неблагостные говорят о том, что вам будет чуть посложнее, но если вы будете делать все правильно, то у вас тоже все будет ок, так вот, что такое благостный, по градациям, самое лучшее, самое благостное, это Юпитер, когда в вашей жизни появляется ребенок тройка, квартира тройка, либо тройка есть там, машина под номером, на телефоне на конце, три тройки, то есть это что-то связанное, думайте, понимайте, или партнер придет тройка, вселенная вас поцеловала, вам привели благостный поток, да, вам привели разрешение на что-то, пользуйтесь этим, взаимодействуйте и радуйтесь, итак, тройка это Юпитер, дальше, пятерка это тоже благостное, Меркурий, дальше, Венера тоже благостное, вопрос, насколько позволит окружению себя увезти не туда, или не позволит, потому что Венера очень слабы, да, как какая-нибудь бабушка из деревни скажет, очень слабенький на передок, куда понюху, потащу, туда и пойдет, да, поэтому, если вас соблазняют на что-либо, подружка сидит на шоколадку, а вы на диете, вот Венерам нельзя поддаваться, контролировать, им нужен соблазн, потому что, если они на такие слабости поддаются, на простейшие, то их очень легко увезти в более серьезную, минусовую карму, да, то есть, поэтому думайте, растущая Луна тоже считается благостной, как понять, какая Луна была, когда вы родились, в гугле строки забейте свою дату, число, месяц, год, тире, лунные сутки, и посмотрите, в лунном календаре, какая была Луна, ну, не обязательно это сейчас делать, то есть, ну, по крайней мере, Луна это не настолько плохо, да, вот, не настолько тяжело, самые тяжелые планеты, это Марс и Сатурн, почему тяжелые, потому что их больше нужно корректировать, вообще Сатурн, как бы вот он отвечает за печаль, и сразу скажу, если у кого-то даже благостные цифры, но в жизни все плохо, скорее всего, были какие-то вмешательства со стороны, либо что-то тянется по роду, это тоже нужно корректировать бы, да, и вам никто не мешает делать корректировки по благостным планетам, у них тоже есть корректировки, усилийте их, но поставьте себе правило, если в жизни что-то плохо, совсем, во всех, на всех, по всем фронтам, умилостивите Сатурн, даже если он у вас нигде не проявляется, вот как только вы умилостивите Сатурн, вы очень сильно себе поможете, заметьте, даже если он нигде у вас не фигурирует, он вас поддержит, его вибрации, его основы, так, здесь понятно, да, то есть вы смотрите сначала, что у вас в числе души, есть ли благостные, или есть неблагостные, неблагостные я тоже вам прописала, Раху, Кету, Марс, Сатурн, Солнце, и убывающая Луна, это считается неблагостной, благостные, Залина, тройка в сумме, в сумме 3 и сын 3, как пользоваться, это благостная планета, значит, если что-то вас в жизни ваша не устраивает, я уже сказала, либо это по роду идет, да, либо вмешательство со стороны, нужно умилостивить, умилостивить это сделать корректировку, у вас в курсе все есть, все корректировки, пройдите по ссылочке, вот Танюша нам еще раз продублировала, пройдите, перейдите по ссылочке, и там все посмотрите, так, вопрос будет, если вдруг записано не на ту дату, какую смотреть, очень часто такой вопрос, сразу скажу, смотрим и ту, и ту, и смотрим, по какой живем, по какой больше мы сейчас проявляемся, и найдите и в той, и в той дате ключевые моменты, те, у кого две даты, я вас поздравляю, потому что у вас больше ресурсов, дата рождения это не программа, это наши ресурсы и наши слабые места, и вот если вы их рассчитали с помощью планеты, поняли, то вы знаете, куда пойти, а куда соваться не надо, что откорректировать, а что лучше не трогать, понятно, да? Благодарю, Залина. Итак, смотрите, дальше, вот здесь ключевой момент, запомните еще одно правило, сейчас рассказываю комбинации чисел по числу дня рождения и по карме, то есть карма здесь и карма из предыдущего воплощения, если, например, в дне рождения в числе души у вас благостная планета, тройка, допустим, Юпитер, да, вот как у Залины, троечка, отлично, все, троечка у нас, понимаем, что так, пока мы тут ничего не корректируем, смотрим дальше, в карме при сложении, тоже благостная, отлично, карма, значит, планеты благостные, вроде бы должно быть все хорошо, а что-то все плохо, да, с чего начинать корректировать, запоминайте, даже если все благостное, сначала корректируем по кармическому числу, по карме, то есть сначала, даже если у вас в карме будет тройка благостной планеты, у вас также 25 корректировок, все равно нужно умилостивить, всегда, когда благостные все, корректируем с кармы, дальше, если, например, благостная планета у вас, Число души, но неблагостная планета кармы. Естественно, мы корректируем сначала по карме, а потом мы корректируем уже по благостной числу души. Дальше ситуация, когда обе неблагостные планеты и в карме, и в числе души. Обе неблагостные. Например, семерка и четверка, они же неблагостные. Но начинаем корректировать по числу кармы, а потом числу души. То есть вот так работаем. То есть такой вариант благостная-благостная, неблагостная-неблагостная. Да, если, например, планета неблагостная в числе души, а по карме идет благостная. Что корректируем? Сначала неблагостную. Понятно, да? Все, здесь все очень просто. Так. И всегда еще напомню, да, еще раз правило запишите. Если все плохо совсем, корректируем еще и Сатурн. Сатурн тоже. И те, у кого двойные числа, у вас всегда есть докорректировочка еще через другие планеты. Вот у кого двойные числа, все равно, даже если у вас окажется, вот вы скажете, ой, у меня благостная. А, да, вот, кстати, Залина, да. Ой, у меня благостная, да, троечка-то, благостная планета. Да, но, смотрите, у вас есть еще двоечка и единица. Посмотрите, какая у вас двоечка, луна в какой вы родились, да, растущие или убывающие. Если убывающие, то понятно, что в первую очередь нужно еще тут немножко покорректировать. И у вас еще Солнце. По нему тоже можно сделать пару-тройку корректировок. То есть они послабже и дают влияние эти планеты, которые из двухзначных чисел состоят. Но они тоже дают, да, помехи. Поэтому тогда просматривайте глубже, во второй уровень уходите и корректируйте сначала по неблагостным в этом уровне. Все, здесь понятно. Еще раз говорю, не надо делать все 25 корректировок. Вы выбираете, вот, меня спрашивают, Марк, какую взять? Я говорю, вы берете весь список и вот читаете прям, на чем глаз у вас останавливается, это будет первая ваша корректировка. Вторая, третья. Это три корректировки на неделе достаточно. В течение месяца максимум 9 делайте, больше не надо. Не надо больше. Начинайте все постепенно. И оно начнет меняться в жизни очень сильно. Галина, там очень много разных действий. Начиная с работы с характером, с изменением, да, и с какими-то ключевыми действиями, которые в пространстве надо делать. Они все разные, у каждой планеты это свое. Если посчитать, да, 25 умножайте на 9. Ну, в среднем 200 корректировок, да, где-то у нас получается. Всего 200 корректировок по всем планетам. А у некоторых и по 2 планеты. Соответственно, по 50 корректировок вариантов есть. Все в курсе есть, подробно расписано. Поэтому вот я говорю, кто ко мне запрашивается на консультации, я отговариваю. Почему? Потому что я все в курсе, настолько подробно изложила, что вам и консультация моя не нужна. Я сейчас сравню вам для примера. На данный момент консультация у меня уже стоит 7 тысяч рублей в час. Запись уже на конец мая, на третью неделю мая. Да, и сейчас, в ближайшее время еще будет повышение, потому что мои основные продюсеры вот так сказали, что уже слишком вот ты время много тратишь на консультации, пора заниматься крупными проектами. То есть по контракту еще цена поднимается. Я вас отговариваю от консультации. Почему? Потому что посмотрите, сколько на данный момент, опять же, пока, да, вот еще неделю, уже меньше, чем через неделю начинается глобальное повышение цен, опять же, с определенными обязательствами моими. Да, и, соответственно, сейчас самое вкусное предложение еще есть. Да, и сколько сейчас стоит весь курс, который у вас останется, и сравните с консультацией. Вы спросите, сколько может стоить консультация, если вы начнете по этому курсу консультировать. Начинающий нумеролог стоит 500-1000 рублей в час. Консультация в скайпе, никуда выезжать не нужно. Вы работаете в скайпе, да, то есть консультируете. Опять же, первый клиент вам и дает, в принципе, цену. Но сейчас в среднем так. Вы скажете, ой, я только начинающий, а вам и не нужно врать. Вы говорите, что я изучила курс, и я только начинаю. Можете начать с того, что безоплатно это трата энергии, это пробивает энергококон, да, точнее, ну, действительно, это забирает ваши ресурсы. Поэтому вы можете предложить людям что? Вот я рекомендую, как назначить цену, как вообще объяснить близким, знакомым, да, точнее, что, ну, они должны это оплатно делать, вы предложите по бартеру, да. Вот у меня был период, было весело, да, люди потом соглашались и понимали, что надо платить. А я говорю, окей, я считать себя буду в среднем, ну, если только по этой традиции по одной берем, да, в среднем я буду часа два считать, рассматривать, подбирать корректировки тебе, то есть полностью, да, с твоим партнером. Если с партнером, то и три. Что за это время ты сможешь и успеешь мне сделать? То есть, в принципе, ты можешь сходить за ребенком, за моим в садик, значит, купить продукты, прийти и приготовить, и тогда это будет равноценный обмен, потому что я потрачу вот два с половиной, три часа только на расчеты, и то время, которое еще я буду рассказывать. А рассказывать я буду где-то час объяснять все, да, то есть ты тут уже не тратишь время, но я свою трачу. То есть в итоге получается четыре часа уходит на клиента, да, вот если так вот, по-серьезному брать, углубляться, просчитывать и все соединения смотреть. Люди так говорили, нет, я лучше заплачу. Я говорю, правильно, верно, отлично, да, и вот консультация стоит столько. То есть, собственно, вы тоже, как начинающий номеровок, вы можете пока еще поверхностно смотреть, настолько, насколько вы в теме, и это может быть не час, а 30 минут консультации, и стоить она может пока еще 500 тысяч рублей. Если вы в традиции пробудете в расчетах, как повышать цены, да, вы сами почувствуете, у вас будет очень, появляется поток клиентов, вы не будете успевать обрабатывать заказы, это называется, да, то есть поток, запрос будет больше, чем вы можете выделить время на это. Соответственно, вы начинаете повышать цены, особенно если вы полтора года в практике, то вы уже эксперт хороший становитесь. За полтора года практики можно набраться уже своих фишек, уже своих каких-то, своего опыта, понять и углубиться, да, то есть поэтому, смотри, через полтора-два года вы уже легко 2000 в час можете брать, 2-2,5, у меня даже некоторые уже умудряются мои ученики больше брать. А уж те, которые у меня еще вживую учились, да, несколько лет назад, когда я еще вела офлайн, там они уже давно хорошо получают, на моем уровне, то есть вот таким образом. Опять же, если вы лично рассказываете, это одно, если у вас заказывают описать это, это долго, вы понимать должны, и это не фантазия, вы будете сидеть и прописывать, а 5-7 страниц набирать, и это стоит до определенных денег других уже, да, если вы будете за обычную консультацию брать, за час консультации до этого консультировали 1000, то примерно умножайте на 5, если вы будете набирать текст, да, потому что у меня опыт колоссальный в заказах в подарок, когда, например, мужчина заказывал подарок на день рождения женщине, который не знает уже, что подарить, да, и это так оплачивалось, да, но у меня расценки были больше, конечно. Сейчас я совсем этим не занимаюсь, у меня нет времени описывать, да, но тем не менее у меня есть партнеры, с которыми я партнерюсь, да, это те же, опять же, мои ученики, которых я уже знаю четко, как они рассчитывают, и они уже делают это дешевле, чем я, и они работают с этими клиентами, то есть я предлагаю вариацию. То есть вот таким образом, поэтому практикуйте, заходите, нумерология еще доступна, эта ниша еще открыта, начинайте консультировать, во всех сетях заявляйте, в соцсетях о том, что вы консультант. Соцсети действительно сейчас очень хорошо работают, и все люди в основном будут идти оттуда, и по сарафанному радио, естественно. Так, луна убывающая, Залина, значит, по ней корректируете, солнышко еще. Мила, до какого часа действует скидка на запись? Вы сегодня выставите счет, и вполне можете вот эти дни оплачивать, как у вас получится. Да, понятно, что кто-то сегодня уже захочет, потому что завтра у кого-то выходной, кто-то будет завтра занят, но захочет курс. То есть если вы выставите счет, цены у вас такие останутся пока. Ну, дней 5 у вас есть на оплату точно. Кому хочется быстрее, вы можете так, да? Но для тех, кто оплачивает в течение суток, для вас всегда бонус. Для вас вот идет бонусом по расчет 22 персонального года вперед. То есть вы научитесь еще и понимать, что это такое. Итак, дальше двигаемся. Так, по благостным, неблагостным я рассказала. Сейчас как раз... Двигаемся далее. Так, ага, вот. По арканам еще не сказала. Если планеты у нас проявляются благостные, неблагостные, и в зависимости от какой вы энергии, то дорассматриваем в курсе мы еще через арканы. И получаем также дополнительные корректировки, дополнительные ниши вашей реализации. Там тоже все это прописано и рассказано. Но аркан, каждый аркан может проявлен быть в эволюционном ключе, если он выбирает себе светлую сторону, светлый луч, и деградирующий, если он уходит на низкие вибрации. То есть это есть у любого аркана, не только у аркана дьявола. За что я аркан дьявола и люблю, просто в нем есть много ресурсов. И если вы научитесь с этим резонировать и научитесь это понимать, это будет здорово. Так, дальше мы перебираемся. Так, про это сказал, что же делать. А, да, что же делать, СОС, что же делать. То есть что позволит вам нумерология лидическая вместе с 22 арканами? Понять свою суть, разобрать себя по полочкам, рассмотреть карму здесь, если одно число. Если у вас двойное число, то у вас три взаимодействия по карме здесь. Но при сложении это сильное число, сильная планета, самая сильная, а две планетки дорезонируют. Дальше вы рассматриваете карму оттуда, из предыдущего воплощения, и, соответственно, тоже смотрите по ключевым моментам. И далее вы понимаете, как корректировать и как прокачать все свои пути, стать счастливой в любом пути, в любом направлении. Так, что же, да, вот ключевое, что позволяет дальше, глубже уходим? Узнать себя через цифры и принять. Узнать других также вы сможете. И, опять же, все верно, не надо лезть в чужие картины, если они вам не разрешают. У вас своя картина, вы не такая и не такой, как другие. И они абсолютно тоже другие. Если вы готовы с таким человеком общаться, общайтесь. Если у вас он просит помощи, помогите откорректировать. Если не просит, но вы предложили, а он сопротивляется, вот тогда больше не лезьте. Это тогда будет экологично. Когда к вам прибегают и просят, имейте возможность спокойно назначить цену. Аргументируйте, что потраченное ваше время и усилия, вот как раз, как-то вот они и будут благодарностью в виде финансов. Поэтому смело прокачивайте в себе. Научитесь, станьте перед зеркалом и говорите, что консультация у меня не бесплатная, потому что я трачу время, энергию. И время я трачу много. Время я буду тратить в общей сложности, получается, с расчетом и с самой консультацией, около 3-4 часов. То есть, соответственно, вот представь, то есть объясняйте даже своим подругам. И произвести коррекцию, если человек просит. Вот здесь смотрите, годы. Не зря я выделила годы. Так, ну, наверное, здесь не очень видно. Сейчас я посмотрю, какой-то у меня слайд по счету полностью открытый. 24-й, под номером 24. Под Венерой, значит. Видите, как интересно. Вот те года, когда вы будете рассчитывать, да, вот то, что в бонусе идет, как раз самыми ключевыми для нас и меняющими нашу жизнь являются 13-е, 14-е, 15-е, 16-е. 13-е – это аркан смерти. 14-е – умеренность или архангел Михаил еще его называют, да, если соединять некоторые тайные еще, значит, направления. Дальше, 15-е – это дьявол, и 16-е – это башня. Почему так? Почему они важны? Да, ну, 15-е, потому что он дьявол, да, потому что его все боятся, но в нем есть также светлый крутой ключ. А 13-е, 14-е и 16-е, да, вот до 19-го мы не доходим, хотя в 19-е классической нумерологии 19-е тоже кармическое число. Но здесь 13-е, 14-е и 16-е – это кармические числа. Именно эти года, как ни странно, но они очень сильно меняют жизнь. И всегда нужно понимать, да, а если в этот год вы проявитесь в энергии страсти невежества, то следующий год может быть разрушительным. Но всегда привожу пример по 15-му аркану дьявола. Что может произойти? Например, все было прекрасно у женщины, она жила, все было замечательно, семья, и вдруг ей вот что-то, чувствует она от мужа невнимание, незаботу, нехватка эмоциональности какой-то, да. И, кстати, я очень много прослеживаю таких ситуаций. Удивительно, но вот у меня две недели назад была девушка, да, и еще как-то месяц назад мы встречались на некоторый девичник, да, с теми, кем учились на тоже одном направлении. И, ну, они не связаны с нумерологией, они этого не знали. Когда мы разобрали тему, я была в шоке. Я говорю, так-так-так, ну-ка, ну-ка, стоп-стоп-стоп, дай-ка быстро я для себя просто глянусь, посмотрю. Аркан дьявола, боже, говорю, ну, не могла ты пережить, да, вот нельзя было подождать. Что произошло? То есть она жила, и вот как раз ни понимания, ни внимания, ей аркан дьявола посылает любовный треугольник. То есть того самого архетип Трикстера, мужчину как раз с энергией страсти, да, он ее спровоцировал, и они начали встречаться. И вот до такого ключевого момента дойти, это было абсурд. Если бы она встретилась со мной раньше, я бы просто не допустила ей такой возможности. Буквально она разорвалась со своим супругом. За месяц разошлась и развелась уже официально, поверив этому парню, который моложе ее на 6 лет, заметьте, у нее двое детей. Ключевой момент. Я говорю, мне вообще невозможно было допустить, чтобы в аркан дьявола, в любой другой уж, если вот такое состояние у тебя возникло, ну, да, вселенная чуть-чуть закроет глаза. Но если это произойдет в аркан дьявола, в разрушении будет следующий год полный крах. Это башня, это будет разрушение. Если вы устоите на 15-м аркане дьявола, да, на 15-м году, не допустите соблазна. Соблазны могут быть по-разному, не обязательно любовный треугольник. Это может быть куда-то вложение в сомнительное во что-то, да, какая-то провокация, что-то такое вкусненькое, соблазн, да, аферизм какой-то, либо чернушные действия какие-то, неэкологичные поступки. Это все посылает аркан дьявола. Вы должны очень четко отслеживать. Я вообще считываю в 15-й свой год всегда, что происходит, да, всегда отслеживаю, зачем мне что проявляется. И если вы не допускаете, если вы работаете над своим развитием, если вы ограничиваете, обстригаете сразу эти связи, то следующий год, как ни странно, башня будет мощнейшая трансформация inside. Вы выстрелите. Собственно, я четко отслеживаю вообще вот эти два года в своей жизни, прям вообще, да, даже когда я еще не знала ведическую нумерологию, я открутила назад и вспоминала события, потому что я уже очень давно, а это как раз вот как у меня супруг второй появился, да, больше 15 лет назад я веду вообще многие наблюдения, у меня много разных книг по доходам, по расходам, по событиям, ключевые моменты записываешь. Это очень интересно, да, вплоть там до каких-то нюансов. Очень интересно. Да, и, ну, возможно, у вас может быть чемоданчик тайн, да, вполне, где потом вы можете это открутить и просмотреть ключевые моменты, они могут быть у вас зашифрованы только вами, восприняты потом, вы их только поймете, но здорово, если вы будете вести такие дневники разные. А дневник целей, дневник провокации, дневник финансов, дневник еще какой-то событий, достижений, да, финансовой растяжки, то есть их может быть много разных интересных. Ну, то есть вот так. И вот такие года, это 13-14, 15-16. В них нужно сильно отслеживать все, особенно в Аркан Дьявола. То есть, надеюсь, я вам объяснила, тоже доступно. Итак, те, кто не знает Аркана, напоминаю, вот они у вас сейчас будут на картинке, да, кто совсем не знаком, 22-й, он есть нулевой. В год смерти 13-й начала встречаться с женатым. И как проявился следующий? Ну, это тоже энергия страсти, да, и в год смерти тоже может быть послан, послан такое проявление. Еще раз напоминаю, любая энергия страсти может послана на все эти года быть. И вот там нужно отслеживать, особенно в Аркан Дьявола. Поэтому отслеживайте. Умейте устоять перед соблазнами, умейте устоять перед энергией страсти. Когда вас на что-то неэкологичное соблазняют, вот эти года важны. Так, смотрите, первый маг, второй жрица, третий императрица. Ну, собственно, все здесь перечислено, да, потому что, возможно, вы что-то не знаете. Итак, 22-й, это высший. И это мастер число, да, у вас не должно быть границ. Если вы в этом числе, пожалуйста, обратите внимание на это, развивайтесь как можно скорее. Потому что Вселенная запросит очень сильно, если вы не реализуетесь в этом. Не допускайте этого. Наталья, я не давала этот расчет, это идет в бонусе, в курсе. Мы не рассчитывали года. Там есть определенный расчет. Вы рождаетесь не на первом Аркане. То есть вы рождаетесь на определенном Аркане. То есть мы все люди рождаемся в год определенного Аркана. А дальше уже просчитываем на 22 Аркана года вперед. Можно всю свою жизнь вот так вернуть назад и просмотреть все события. Вы удивитесь, насколько ключевые моменты совпадают. Описан каждый год, что хорошо делать, что лучше не делать. Я и вот так повернула вот этот курс, и я его не стала выносить отдельно. Он небольшой, да, он тоже занимает время час, но там ключевые емкие моменты. Наталья, возможно, вы покупали, оплатили позднее. Возможно, вам этот бонус не пришел. Вы мне напишите на почту, и я проверю. Потому что все, что я отправляю, у меня сохраняется в архиве. По всем оплатам. Так, дальше двигаемся. Это то, что бонусами. 22 Аркана на 22 года вперед. Так, двигаемся далее. Ну, то есть вот сейчас вкратце пробежимся. У нас уже осталось мало времени. Да, соответственно, значит, смотрите. Я разбираю и по артистам немножко, да, чтобы на их событиях можно посмотреть было, кто как проявился. И что ключевое. Солнце – это первая планета. Здесь вот такие вот поверхностные моменты, да, некоторые. Такое емкое объяснение. Конечно, по каждому курсу там порядка 8-9 больших презентаций. И все заполнено. Да, кстати, презентация PDF-формата вам придет отдельно, чтобы вам было удобно потом консультировать по ней. Да, Наталья, по бонусу по роду нерожденные дети, они, кстати, да, хорошо, что вы напомнили. Просто, возможно, вы позднее оплачивали, и организаторы, наверное, вот так вот распорядились, что после суток уже оплата прошла. Ну, напишите мне, напишите. И смотрите, да, базовый пакет тоже идет. Базовый пакет, кто впервые что-то приобретает, у вас идет базовый пакет, потому что с этого вообще нужно менять свою жизнь. Это отдельно не продается. Там 5 часов. Там вы в альфа-погружении просмотрите свой фантом тела на пробое. То есть я там вас погружаю, вы просматриваете. Дальше работаете со своими абортированными детками, это важно. Со своими, с мамиными и с бабушками. Бабушки с двух сторон, отцовская и материнская, по отцу и матери. Дело в том, что эти дети подвисают в пространстве и блокируют дороги. Не обязательно вам знать про их аборты, эти дети обиженные, которые сами придут, или за которыми стояли высшие силы. Да, этот пакет придет в подарок, если вы первый раз приобретаете. То есть дополнительно за него ничего оплачивать не нужно, но с него нужно начинать. Дальше. Энергопрактика на 50 минут, для того, чтобы вы имели возможность накачивать свой энергококон. Я все объясняю, в зале показываю. Дальше. Там дыхательные практики и шавасны. Сейчас там еще есть. Вот, кстати, Наталья, да, напишите мне, может быть, вы очень давно приобретали, у вас, скорее всего, нет по тотемному животному лифтинг-йога для лица. В базовом пакете сейчас это идет. Лифтинг-йога для лица, да, в подарок сейчас еще идет, тотемное животное идет в подарок. Это животное вашей силы, которому вы можете задавать вопросы и тоже погружение серьезное, да, и получать ответы через сон, либо в практике. То есть вот такие вещи. И разрыв от предыдущих связей. За 9 лет нужно убрать всех мужчин из своего пространства, потому что они забирают энергию, они тянут, эти канатики продолжают быть с вами, и другие мужчины могут вас не считывать, либо энергии на все не хватает. С этим нужно тоже поработать. Это всех мужчин за 9 лет переписать и с ними поработать. А вот эти 5 часов идут дополнительно в бонусах. Так, а по солнышку дальше, так что я хотела здесь выделить, да, изучать уже у нас все некогда, да, в курсе очень подробно. Здесь даже если я что-то сейчас вам расскажу, это не такие ключевые. Вот, очень интересно, это Раху. Раху, да, вот открываю вам как раз, видите, Ванга, видите Джуна, видите Матронушка. Ну, естественно, артистки тоже, да, некоторые очень энергоемкие. И посмотрите, насколько лица у мужчин напоминают вам кого-то. Я когда на них смотрю, они мне прям реально напоминают вот такое демоническое проявление. Драконов каких-то таких, да, вот взгляды, посмотрите, посмотрите в эти лица. Да, не все из них проявлены были в определенные моменты в позитиве, да, в благостной карме. Ага, многие из них и сейчас продолжают в этом жить, да. И что, собственно, в общем-то, не все, все печально может складываться либо в личной жизни, либо какие-то, мы же жизни их полностью не знаем. Да. Дальше. Джуна, смотрите Джуна, 22-ю Раху и при сложении 7 кету. Очень интересно, да, в ней соединилось все. И она стала прекрасным эзотериком. Действительно, Раху это эзотерические знания, это сверхспособности, это необычное явление в жизни человека. То есть, мистика, врачевание, целительство, новые идеи, стремление к известности здесь обязательно. То есть, если человек уходит, находит правильное предназначение, а по каждой планете это описано, то это известность, это успех однозначно будет. У всех Раху есть такой ресурс, успех и известность. Вопрос, насколько вы приложили усилия, насколько вы увели себя в карму плюс. Поэтому обращайте на это внимание. И, пожалуй, еще вот сейчас вам покажу такой тоже интересный пример, который я показываю. Сразу скажу, считать нужно в разных вариациях, да, потому что меня тут кто-то попытался проверить в одном месте. Мне написали Мара, а у Наргис нет, 15 Егу. А вы сложите по-другому. Кто-то складывает просто числа по порядку. Это одна вариация, так можно складывать. Но если вы хотите докопаться до истины, то вы еще разделяете сложение. Например, у Наргис 6, октябрь месяц это 10, это единица. И год у нее 1, 9 и 7. Складывайте. А уже потом складываете все эти цифры. Понятно, да? И тогда вы получаете определенные цифры. Вы тоже у себя складываете в разных комбинациях. Это для того, чтобы именно арканы понять до конца и найти. Арканы интересные в себе. Итак, смотрите, у Пугачевой и у Наргис абсолютно одинаковая тенденция к развитию. Они обе раханутые, венерянки. Венерянки и оттуда, и отсюда. Да, видите, 6 и 6. И у обеих аркан дьявола. Только у Пугачевой он здесь появился в проявлении. А Снаргис, он из предыдущего воплощения идет. И она продолжает этот путь. Она в язычестве. То есть она мощно применяет силу природы, силу взаимодействия со многими существами. То есть она в этой традиции. Собственно, это ей дает успех. Она продолжает свой путь. Ну, наверное, она делает, надеюсь, она делает это экологично. Она говорит, что никому не навреди. Да, у нее в роду были ведьмы. Да, и это нормально. Но ведьма это неплохо. Это не ругательное название. Да, это ведущая мать. Та, которая знает, ведает и может применить. Вопрос как? Будем надеяться, что вы будете свою карму в плюсы вводить. И тогда все будет классно, качественно. То есть вот такие интересные моменты, такие интересные расшифровки. Да, они могут быть вам даны. Вы можете понять себя, своих близких и откорректировать все, что вам необходимо. В курсе есть все. Свою суть, карму. Здесь, карму оттуда. Все откорректировать, все понять. Да, и по всем вариациям. И вот бонусом будут вибрации каждого персонального года через 22 аркана. Вы научитесь там считать, складывать и все изучите по всем 22 аркадам. То есть, пожалуйста, сейчас скидка. Пока еще такая сумма я уже не озвучиваю. Смотрите по ссылочке, переходите. Потому что курс уже дорожает. Уже скидок таких не будет. Пожалуйста, применяйте, меняйте и получайте результат. Ну что, я передаю слово тогда Татьяне. Благодарю вас за круг, силы, за наше взаимодействие хорошее. Те, кто в христианской традиции, благостны вам Пасхи, воскресенье. И все, чтобы сложилось и все ваши взаимодействия получились. Чтобы все потоки во всех направлениях у вас были прокачаны, расширены. До новых встреч. Передаю слово Татьяне.